В 30-е и 50-е годы Казахстан стал одним гигантским поселением ссыльных, репатриированных и эвакуированных из разных уголков СССР. Казахская земля приняла более миллиона человек. Насильственной депортацией подверглись и курды. В основном они были размещены в Жамбылской и Алматинской областях. Большая семья Мамедовых с Кавказа оказалась в селе Баканас. Там пустили корни, обрели родину, но в их жизни был момент, когда уехали назад на историческую землю. И тут же вернулись в Казахстан. Продолжение темы в материале нашего корреспондента. Холод, голод, грязные вагоны и долгий-долгий путь. Минута им казалась вечностью, а тем временем земля наматывала дни, недели и месяцы. Эшелоны шли медленно, но уверенно от Кавказа до Казахстана. Их депортировали только за то, что жили на пограничной полосе с Турцией. Курдскую семью Мамедовых высадили на побережье Балхаша. На дворе был 1937 год. Отец рассказывает, здесь огромные снега были, на Кавказе столько снега не бывает, и было холодно. Отправили наших родственников в Баканас, в село Байбахты. Отец рассказывает, нас очень хорошо встретили. И вот там мы проработали год, год прожили там. Ну климат там, сказать, ну такой песчаный климат, такой пустынный. А мы люди горные были, наш народ там начал болеть, не могли там жить. И поэтому в один прекрасный день наши как бы решили самовольно, не встали здесь за этот. Они оттуда выселились и приехали сюда, близ Алматы. Отец Мухамеда на Кавказе окончил партийную школу, но работы по специальности для него здесь не было. Тогда он сказал, я могу быть учителем. Но оказалось, что в местной школе есть только вакансия преподавателя казахского языка. Тогда он попросил поселить его на время в казахскую семью. Через три месяца в совершенстве овладел языком. И почти 20 лет учил казахскому алматинских школьников. А в 56-м репрессированных Мамедовых реабилитировали. И они решили вернуться на родину. И поехали на Кавказ. Менталитет казахского народа и менталитет народов, которые из Кавказа, чуть-чуть другой. А мы привыкли именно к этому менталитету, поэтому мы неужели там не смогли. И в 58-м году наши выехали обратно. Семья пустила здесь корни. Здесь выросло три поколения Мамедовых. Среди них педагоги, спортсмены, ученые, военные. Это земля, как святая земля всех народов Казахстана. Хочу в отдельности сказать благодарность казахскому народу со слов наших стариков, которые нам когда-то говорили, что во время сталинских репрессий, тяжелых годов для самих казахов, для самих Казахстана нас встретили с хлебом, солью, добром, с честью и достоинством. Мы как патриоты, мы любим Казахстан, это наша родина, наша страна. Наши старики говорили, мы здесь родились, мы здесь умрем. Казахстанские курды сохранили свой язык, национальные традиции и культуру. И в этом большая заслуга государства, которая объединила все этносы в единый народ. Казахстанцев, говорят они. Алма Уразбаева, Мухит Кудикпаев, Алма Тиха, Бар-24.